Так, я решила показать, как делать фаршированный артишок. Причем артишок не полностью очищенный, а вот так вот напополам. То есть внутри вычищено все и листочки вот так оставлены. То есть его вот так, в таком виде уже и он как готовый к фаршировке. Больше никаких очищений здесь не нужно. Я взяла три штуки зафаршировать. Все внутренние листочки во время тушения становятся мягкие. А вот эти все внешние, конечно, останутся жесткие. Но потом, после приготовления, они внутри здесь будут немножко мягкие. Поэтому их потом нужно будет как бы, как семечки, потом обгладывать. Вкусно будет. А жесткие части выбрасывать. Так как у меня дочка фаршированный артишок не ест, я ей взяла вот такие вот большие помидоры на веточки. Они довольно-таки жесткие, но при этом вкусно пахнут. Хорошие помидоры. Их я тоже вот вычищу и положу начинку такую же, как и здесь. Так, в начинку у меня пойдет рис. Риса совсем чуть-чуть. Чуть-чуть риса. Зеленый горошек. Вот такой свежий зеленый горошек купила я с базара. В начинку. Морковка. Кубиками будет резаться. Петрушка. Ну и также вот у меня здесь смесь мяты и тимьяна. Также соль морская. Черный перец. В начинку можно, я бывает, ложу, когда как, когда вот киноа, когда у меня есть киноа, тоже ее ложу или рис. Или можно немножко смешать вместе. Сначала это нужно будет запассировать на оливковом масле. Также я буду использовать нижние части зеленого лука. То есть в начинку пойдет горошек, зеленый лук, рис, морковка, петрушка, ну и приправы с солью и с перцем. И также еще лимон, конечно. Подготовила горошек зеленый, почистила. Нарезала кубиками морковку и нижние части зеленого лука. Сейчас я это буду все пассеровать на оливковом масле. Отвариваю рис минут 7-8. Чуть-чуть совсем. И пассерую морковку. И лучок. Тоже чуть-чуть. Немножко, несколько минут. Буквально, чтобы она немножко так схватилась. А потом все вместе это будем смешивать. Сейчас немножко запассируется морковка с лучком. И сюда же добавлю зеленый горошек. Ему нужно меньше времени. Ну вот. Немножко сначала я потомила морковку с луком. Затем сюда же бросила зеленый горошек. И вместе с ним еще пару минут потомить. И здесь будет готово. Теперь практически у меня рис готов. Можно выключать и выкладывать сюда в начинку. Далее. Здесь немножко поперчить. Нужно будет. И досыпать приправы. Я сыплю именно петрушку и тимьян. Выключаю. И сейчас сюда выкладываю рис. Выложила рис. Сюда же петрушку. Сюда же выжимаю лимон. И теперь все это осталось перемешать. В принципе, начинка готова. Ну и добавить чего не хватает. Соли или приправы какой-нибудь. Я почистила 3 помидорки пока. Если не хватит, дочищу еще. Вынула сердцевинку. Вот эта сердцевинка. Сочная часть. И вот эту сочную часть я добавлю сейчас в начинку. Но может быть не всю. А посмотрю, чтобы не было слишком жидко. И размешать. Начинка получилась уже в принципе очень вкусная. Я попробовала. Единственное, добавила чуть-чуть еще лимона. Ее можно уже есть ложками. Уже вкусно. Но это пока еще не готово. Это пойдет в артишоке. Можно еще немножко добавить. Потому что рис приготовлен наполовину. Внутри он немножко остался жесткий. И он еще будет расходиться. Еще набухнет. В принципе, все. Начинка готова. Теперь осталось только зафаршировать помидоры и артишоки. Я уложила все это в кастрюлю. Получилось 3 помидора и 3 артишока. У меня кастрюля широкая. В более узкую кастрюлю не вошло. Но здесь осталось еще место. Поэтому я сюда положу прям внутрь молодую такую картошечку. Прям целенькой. Чтоб не сдвигалось ничего. И в то же время мне нравится ложить или целую морковку, или целую картошку. Дальше у меня осталось немного здесь начинки. Я ее прям выложу вот сюда. Прям сверху. Вот туда. Потом я еще порезала крышечки, оставшиеся от помидоров. Вот эти. Сложу их тоже сюда поверх. Залью оставшимися вот этой сердцевинкой. Добавлю оливковое масло. Вот. И все это будет уже готово тушиться. Сейчас все выложу и покажу. Все. Я все уложила. Теперь посыпаю сверху перцем черным. Затем заливаю. Полила оливковым маслом прям сверху везде. Заливаю водой подсоленной. И сейчас поставлю тушиться. Чуть-чуть немножко еще добавила воды сверху. Было маловато. А то артишоку не хватит воды, чтобы стушиться. Все. И теперь вся вот эта красота будет тушиться. Время тушения, конечно, у помидора и у артишока разное. Потому что артишок должен хорошенько стушиться. А помидор стушится раньше. Поэтому, скорее всего, я его помидор буду следить, чтобы он не расползся, не развалился. И выну немножко ранее. Все. У меня сейчас это все тушится. Несколько минут после закипания нужно потушить на сильном огне. Несколько минут. А потом уже уменьшить. И на слабом огне дотушить. Время тушения артишока примерно 40-45 минут. Помидоры выну, конечно, заранее. Прошло 45 минут. Помидорки уже стушились. 15 минут они тушились. Я их вынула. Все. Теперь уже артишок стушился. Я попробовала. Один листик очень легко отрывается. Самый наружный. Вот. И поэтому я уже выключаю газ. Сейчас все это я расположу на тарелке и покажу. В кастрюле это выглядит вот так. Я положила назад помидорки. Чтобы они не остывали и были в кастрюле. И картошка. Половина картошки. Так. А в тарелке выглядит. Так. А вот это. Это у меня уже в готовом виде. Наступил самый приятный момент. Момент, когда мы можем все это попробовать. Так. Вот здесь вот я положила зелень. Портулак. В качестве зелени. Он мне очень нравится. Огурчик. Затем зеленый лук. Свежий чеснок. Свежие зубчики чеснока. Молодые. Кукурузка. Сырая. Замороженная. Очень мягкая. Вкусная. Не вареная. Так. Хлеб у меня здесь еще вот есть даже. С тыквенными семечками на кислой закваске. Так. Вот она помидорка. И вот он какой получился артишок. Так. Попробуем один листик отломить. Листики отходят. И вот эта вот внутренняя белая часть, она самая нежная, самая вкусная. Если листики отходят очень легко, значит он стушился. Очень хорошо стушился. Может быть чуть-чуть мало соли. Но в принципе я люблю недосоленое. Далее вот начинка здесь. Можно есть так, можно его разломить. Вкусно. У самого артишока вкус напоминает картошку. Но с небольшим таким ароматом своим каким-то специфическим вкусом. Сейчас я разломлю. Разрежу. Попробую разрезать напополам артишок. И покажу внутри, как выглядит. Так. Я разрезала ножом. Показываю внутри. Вот эти все молодые внутренние листики, они все стали очень мягкие. А все вот эти снаружи, которые, их все потихоньку брать. И вот так вот объедать. Это самое вкусное, что есть в артишоке. Ну и соответственно, вот разрезала я помидорку. Ну с ней понятно. Основание артишока вот здесь. Оно очень-очень вкусное. Все. Вкуснота. Неимоверная вкуснота готова. Вы Mosке. Продолжение следует...